Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это гайд как повысить FPS в игре Isle of Rima, а также в других играх. Плохой FPS, плохая оптимизация, баги, это все не доработки разработчиков. Но мы можем это немножко исправить и повысить ваш FPS в любой игре. Давайте сейчас я вам покажу, как это сделать. Покажу вам несколько способов, так что смотри внимательно, запоминай и делай в точности, как я сейчас покажу. В принципе, данным способом я повысил себе в игре Isle of Rima FPS процентов где-то на 30-40. Итак, первое, что нужно сделать, это в поиске вашего Windows нужно вбить параметры. Вылезает вот такое приложение, пользователь, и здесь ищем игры. Заходим, нажимаем игровой режим. Смотрите, чтобы здесь у вас был включен режим игры. Если он у вас выключен, обязательно включите. Дальше здесь же нажимаем настройки графики. И здесь обязательно нужно нажать вот эту графу, включить. Далее, то есть настройки производительности графики. Здесь мы должны вставить два файла. Файл al.exe и файл стима клиента вашей игры. То есть, смотрите, этот способ действует на любых играх. Так, смотрите, жмем обзор, ищем расположение файла вашей игры. То есть, сейчас конкретно у нас идет Isle of Rima. Вот он, то есть, Steam Games, Steam Apps, папка Common, и ищем нашу игру. У нас в данном случае игра The Isle. Нажимаем, вставляем вот этот клиент, добавляем. Далее мы идем по пути в папке The Isle. The Isle, Pinerys, Win64. И вот он, Steam Client. Мы его тоже добавляем. Далее. Нажимаем на любой из этих файлов. Левой кнопкой мыши. Жмем параметры, и здесь ставим высокую производительность. Сохраняем. Также на втором клиенте делаем аналогично. Высокая производительность. Сохраняем. Далее. Не забудьте, когда вы здесь все это сделаете, обязательно нужно перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера нам нужно немножко почистить ПК и увеличить производительность его. Есть две хорошие программы, которыми я пользуюсь. Это драйвер-бустер, который можно бесплатно скачать в Steam. И программа под названием Advanced System Care. Вот первая программа. И вот вторая программа. Ссылочки все будут в комментариях, которые я закреплю. В описании, к сожалению, я их не буду вставлять, где можно скачать, потому что YouTube меня может за это заблокировать. Так что смотрите в чате внимательно. Там же будет ключ активации на драйвер-бустер. То есть драйвер-бустер вы можете, в принципе, скачать в Steam. Если хотите. И тот ключ, который будет также закреплен, он полностью активирует спокойно драйвер-бустер. Advanced System Care, к сожалению, не крякнутый. Но для тех, кто имеет хорошую финансовую возможность, можете, в принципе, и купить ключ. Либо с помощью драйвера-бустера проделать все те махинации, то и вы могли бы сделать в том же Advanced Care. На примере драйвера-бустера давайте я вам сейчас покажу, что нужно будет сделать. Итак, заходите в свой драйвер-бустер, здесь нажимаете «Пуск», и у вас полностью идет сканирование вашего ПК. То есть нам нужно обновить все драйвера. Как вы видите, у меня все драйвера для всех системных устройств, контроллеров и прочего на компьютере установлено. У вас, может быть, не хватать каких-то игровых файлов, либо каких-то драйверов, и поэтому бывает, что система тормозит, и FPS в играх также может просаживаться. Ускорение игры. Можете воспользоваться этой плюшкой, так как система больше будет стараться ускорить вашу игру, оптимизировать ее по максимуму. Здесь вы также, допустим, перед игрой можете нажать «Включить». Идет оптимизация, идет ускорение. Вы можете наблюдать, если вы не активировали версию, вот здесь будет написано «Про». Просто вставьте тот ключик, который я оставил в комментариях. В принципе, вот это самые такие, наверное, главные шаги. Здесь как бы ничего сложного нету. А в Advanced System Care здесь то же самое. Также вы нажимаете «Пуск», идет «Проверка», «Поиск ненужных файлов», которые можно все это полностью почистить, удалить. Проверка Advanced System Care прошла. Нажимаете «Исправить». И, в принципе, ваша система, ваш ПК также оптимизирован. Далее опять перезагружаем обязательно компьютер. Третий способ. С помощью панели NVIDIA GeForce Experience. Здесь нам нужно будет также попытаться установить, скачать новые драйвера для ваших игр. Ссылочка также закреплена в комментариях. Скачивай, зарегистрируйся. Итак, когда вы зашли, здесь у вас будет проверить наличие обновлений. Нажимаем и ждем. Как вы видите, у меня установлена последняя версия драйвера GeForce. Так что я смело могу запускать свою игру. В принципе, теперь вы можете наблюдать, насколько лучше стала игра Isle of Rima. Мне помогли именно эти способы. Если тебе поможет, обязательно напиши в комментариях. Ну, а если ты знаешь еще какие-то способы, также говори мне, либо также отвечай ребятам в комментариях. Надеюсь, что данное видео и гайд тебе хоть немножко поможет насладиться твоей любимой игрой, а также игрой The Isle of Rima. Жми пальчик вверх, жми колокольчик и подписывайся на канал. Удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok